Звон колокольчика во дворе школы номер 11 в этом году не просто знак начала учебного года, а символ новой исторической вехи образовательного учреждения. Сегодня учебное заведение в селе Супсех открыло свои двери после капитального ремонта. Выделенные средства местного бюджета, сумма которых составила более 80 миллионов рублей, позволили обновить фасад, кровлю, все имеющиеся помещения, а также заменить инженерные коммуникации. Кроме этого, классы оборудовали современной техникой и мебелью. Самое главное, что сегодня вы возвращаетесь в родные стены, в родной дом. Он обновленный, он встречает вас более подготовленным, более современным. Я хотел бы сказать слово благодарность. Каждому, кто в течение года здесь вложил частичку себя и родителям, и учителям, и строителям. Уважаемые родители, вам низкий поклон и благодарность за то, что воспитываете вот таких наших замечательных, очаровательных детей. Я всех поздравляю с Днем Знаний. Школа, она является всегда центром любого города, любого населенного пункта. Здесь собирается все. И творчество, и спорт, и наука, и образование, и дружба, и общение. И, конечно же, хочется пожелать долгих добрых лет в стенах нашей замечательной школы. Я всем нам желаю благополучия, здоровья и приобретения новых знаний в новой школе. С праздником! За свой 36-летний стаж работы учитель географии Ольга Жуйкова выпустила не одно поколение талантливых детей. Сегодня на торжественной линейке преподаватель рядом со своими новыми воспитанниками, только преодолевшими рубеж начальной школы. И возвращаясь в учреждение, с которым связаны долгие годы работы, для Ольги Федоровны события долгожданные. Радостно на душе. Чистые просторные кабинеты, современное оборудование, столовая, блестит каждый класс. Дети с удовольствием идут, улыбаются. Родители, очень много сегодня родителей, бабушки. Мы видим, даже с колясками у нас пришли сегодня порадоваться за нас, с нашим коллективом, за то, что мы возвращаемся в новую школу, оборудованную. Спасибо большое всем, что мы успели войти в просторные классы. Почетное право первыми пересечь порог школы предоставили первоклассникам. В своем кабинете Дома знаний они познакомились с классным руководителем, а самое главное, пообещали хорошо учиться и слушать своего педагога. Провожать юных школьников на первый урок также пришли родители. Сегодня в наш первый класс пошла дочка старшая. Школа очень хорошо выглядит. Я прошлась по коридорам. Вообще, конечно, стало волшебно. Переделали прям все по уму, хорошо сделали. Ну, конечно, переживаем, понимаем, что это очень долгий, трудный путь в течение минимума девяти лет. И надеемся, что все будет хорошо, потому что учителя у нас в школе очень хорошие, замечательные, сильные, которые смогут дать детям образование как положено. Насыщенный событиями этот год будет, конечно же, для учеников девятых и одиннадцатых классов. Многие выпускники уже определились с выбором будущей профессии. Некоторые с грустью говорят о прощании со школой. Однако признаются, очень рады, что их преемники будут учиться в таких замечательных условиях. Я очень рада, что школа так преобразилась, потому что кабинеты стали очень светлыми, просторными, красивыми. И появилась новая зона, где можно отдыхать, читать книги, играть в шахматы. Мне, правда, очень нравится наша школа. Родная школа. Изменялась она достаточно в лучшую сторону. Стала как-то более красиво выглядеть. Я рад за свою школу и буду ее лицом прославлять ее дальше. Благодаря программе капитального ремонта сегодня на территории курорта открылись еще два образовательных учреждения. Уроки в обновленных помещениях начались в школах поселка Виноградный и хутора Рассвет. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Три месяца летних каникул позади. Впереди новая учебная пора. А согласно пословице, как встретишь год, так его и проведешь. Поэтому в школе номер 7 День знаний отметили как положено. Школьный двор объединил учеников, их родителей и педагогов. Праздничное мероприятие сопровождалось народными танцами и песнями. Свои выступления также подготовили выпускники, которые в стихах выразили напутственные слова первоклассникам. После чего вместе с ними официально объявили о начале нового учебного года звоном колокольчика. Поздравляю вас с 1 сентября, с Днем знаний. Желаю в первую очередь деткам быть губками и впитывать всю ту информацию, все те знания, которые вам дают ваши педагоги. Дружить и доверять своим одноклассникам. Родителям желаю в первую очередь веры в себя, в своих детей, в педагогах своих детей. А уважаемым педагогам желаю терпения, ваш труд, он бесценен. Я вам желаю удачи, много мотивации и, конечно же, желаю фантазии, которые вы со своими детками будете реализовать. День знаний – праздник не только для школьников. 1 сентября ежегодно также отмечают студенты высших и средних учебных заведений. А этим ребятам в официально-деловых нарядах этот день запомнится навсегда. Сегодня они стали первыми студентами Анапского института права и информационных технологий. Глубоко убежден, что без открытия вузов, которые будут готовить специалистов в области технических специальностей, невозможно нам вернуть суверенитет технологический. Ради вас сегодня создается все это образовательное пространство. Вы первые. Это сумасшедшая ответственность. Я вам искренне желаю не подвести самих себя, не подвести своих родителей, не подвести своих преподавателей и стать действительно достойными. Удачи! Всех нас с праздником! С Днем знаний и с открытием нашего института! Мы сегодня все вместе, все жители Анапы во главе с нашим руководителем развиваем наш город. Город растет, строятся социальные объекты. И выпускники этого вуза, безусловно, нужны нам здесь в Анапе. Я желаю вам приобрести здесь огромный багаж знаний и остаться жить и работать здесь, в нашем замечательном городе. Всех с праздником! Поздравляю всем всего наилучшего! В торжественной обстановке ребята получили свой первый документ в институте – студенческий билет. А после с замиранием сердца ожидали главный момент – перерезание красной ленты. Я уже очень хочу приступить к занятиям, поэтому буду очень рада первой паре. Хочу получить образование и глубокие знания в этой сфере, чтобы дальше уже быть юристом. Закончил Анапский индустриальный техникум по специальности правоохранительная деятельность и решил поступить в институт, идти дальше по профессии. Ожидаю, что будет нелегко, но справлюсь со всеми трудностями. По результатам приемной кампании в институт поступило более 60 человек. Ребята будут получать знания по специальностям юриспруденца и информационные системы и технологии. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион. Вот уже почти год, как Анапа радушно приняла к себе жителей новых регионов России, уехавших от ужасов боевых действий, развернутых киевским режимом. Ежедневно анапчане делают все, чтобы наши люди чувствовали себя как дома. Вот и сегодня на курорте созданы все условия, чтобы каждый смог решить будущее своего региона, сделать свой выбор. Мы сегодня участвуем в историческом событии, в досрочном голосовании выборов депутатов законодательных органов, субъектов Российской Федерации, таких как Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская и Запорожская области. На территории города-курорта Анапа работает экстерриториальный участок номер 80-50. Также у нас работают три мобильные группы в пунктах временного размещения граждан, вышеуказанных субъектов. Имеют возможности они проголосовать, там работают до вечера практически ребята. И так все четыре дня будет организована работа. С утра была довольно-таки высокая явка избирателей, сейчас я думаю, что немножечко солнышко спадет, и люди к вечеру будут активнее принимать участие также. Те, кто приходят сегодня на избирательный участок, отдают свой голос с верой и надеждой в счастливую и мирную жизнь на своей малой родине в составе такой большой и сильной России. Вообще мы когда приехали с Херсон, мы попали как домой к себе, там же, в Срелянии. Думаю, что все наладится и будет хорошо. Я сегодня пришла на выборы в надежде, что дальнейшее будущее будет более спокойным. Для удобства желающих принять участие в голосовании организованы пункты по месту временного пребывания. Процесс голосования организован в соответствии со всеми нормами. Мы работаем с 9 до 18 часов на выездном голосовании. Люди идут активно, настроение хорошее, работаем в полную силу. Таким образом делается все, чтобы на пути к свободному волеизъявлению не было никаких преград и сложностей, даже если это несколько остановок на общественном транспорте. Здесь было объявление, мы все переживали, что надо куда-то ехать. А мы прочитали, что можно здесь проголосовать, это спокойно, потому что совсем возраст, и уже проблема с транспортом, все это, а это очень хорошо организовали. Многие не просто ждут перемен, но и готовы сами принять активное участие в жизни страны, не только на избирательном участке. Очень ждали, что кто-то придет и поможет нам, но что сил уже не было. Да, потерпеть все. Ну, ты знаешь, мы лучше, что будет, наша жизнь еще лучше будет. Если что надо, мы будем помогать, отстраивать. Хоть мы пенсионеры, но мы еще можем что-то сделать. Где-то какую-то пользу принести в Россию, в наши силы. Напомним, что досрочное голосование на выборах депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации проходит с 1 по 4 сентября. И у каждого будет возможность отдать свой голос за будущее своей страны, за будущее России. Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.